Я родился в Париже, и когда мне было около десяти лет, моя мать, поссорившись с отцом, она уехала в Швейцарию. Там и прошли мое детство и вся юность. Когда мне было девятнадцать лет, я получил от отца письмо с предложением вернуться во Францию и поступить на военную службу. Моя мать, она решительно сопротивлялась этому. Я уступил желаниям матери и остался с ней в Швейцарии. Мать много говорила о моей будущности и советовала мне поехать именно на восток. Она думала, что именно такое путешествие будет мне очень полезно. И вот, вскоре, я, получив от матери деньги, отправился в Египет, в Каир. Отсюда я собирался проехать и дальше, во французские владения на востоке Азии. В Корее я пробыл всего несколько дней и отправился в Сингапур. Через несколько дней по приезду в Сингапур я познакомился с одним голландцем, Питером Янсеном, который занимался ловлей жемчуга. Это было в 1863 году. Мы вскоре подружились с ним, и Янсен рассказал мне, что у него в Ботавии есть небольшая шхуна, вместительностью в сорок тонн. На этой шхуне он обычно отправлялся в поездки за жемчугом. Шхуна эта называлась Вейланд. — И теперь, — сказал Янсен, — я собираюсь поехать в некоторые места. Около южной части Новой Гвинеи очень много жемчуга там. Ну, очень много. Хоть закопайте. — Ну, только у меня не хватает денег. Нету денег на расходы по поездке. — Где взять? И я понял этот намек и предложил Янсену войти с ним в компанию. Тот сразу согласился, и мы тотчас же приступили к необходимым приготовлениям. The Final Preparations Свои деньги я отдал капитану Янсену. Все, что у меня было. И мы условились, что я буду иметь свою долю в барышах от поездки. Процент. — Не будем заключать условия здесь, — сказал мне Янсен. — Мы сделаем все это именно в Ботавии. — Ну, хорошо. И вот по приезду в Ботавию мы заключили условия и занялись снаряжением судна в плавание. Затем мы наняли на островах голландского архипелага сорок опытных малайцев, которые должны были ехать с нами. Помогать. Янсен выбирал людей с большой осторожностью и требовал, чтобы каждый выказал на деле свои способности, чтобы он все сразу же показал. И он устроил им даже нечто вроде экзамена, заставляя нырять и, возможно, долго оставаться под водой, как можно больше возможно. Один из малайцев был назначен как бы надсмотрщиком над остальными. Это как-то сейчас модно называется супервайзер. Точно. Надсмотрщик. Заниматься добыванием жемчуга — это дело нелегкое и далеко не под силу непривычному каждому, не каждому человеку. Особенно непривычному. Приходится нырять на очень большую глубину, долго оставаться под водой. М? Попробуй. Поэтому-то Янсен и предпочитал именно малайцев. Они истри занимаются ловлей жемчуга. А живя на берегу моря, они и привыкли к воде. Как рыба в море. Некоторые из ловцов жемчуга могут оставаться под водой такое продолжительное время, в которое неопытный человек давно бы успел задохнуться. Все. Передохнем. Однако и насильного и выносливого человека это опасное ремесло оказывает тоже гибельное влияние. Редко доживает до старости ловец жемчуга. Если он не попадет на зубы акули, то это постоянное ныряние на большую глубину, оно само по себе. Оно вымотает, оно подрывает полностью все здоровье. Все соки высосет с тебя. Вот поэтому-то Янсен и выбирал людей так внимательно. Ему были нужны здоровые и сильные ловцы. И вот, наконец, все было готово. И мы двинулись в путь. Нас было на шхуне сорок четыре человека. И, кроме того, прекрасная собака, принадлежавшая Янсену. Морского дела я не знал вовсе. Но капитан Янсен, он так усердно занимался со мной, что я скоро приобрел много необходимых и полезных сведений. Через некоторое время я вполне овладел даже несложным искусством управления нашей небольшой шхуной. Я даже не думал, что это будет так легко. Поначалу. Мы проплыли мимо многих тропических островов. Около одного из них мы остановились и запаслись свежей провизией. Плодами, овощами, птицей и да, в общем. Затем мы направились к берегам Новой Гвинеи. Около месяца провели мы в плавании, прежде чем достигли тех мест, где, по мнению Янсена, можно было найти жемчужные раковины. Мы бросили якорь и принялись за работу. Поездки на ловлю и возвращение на шхуну зависели, понятно, от погоды и от времени прилива и отлива. Впереди всех выезжал всегда сам Янсен на Вельботе. За ним следовала небольшая флотилия маленьких лодочек с малайцами. В каждой лодке помещалось от четырех до шести малайцев. Лодок у нас было до полдюжины. Одна дюжина — это двенадцать. Будем знать. А это, думал, десять, как десять яйцов. Не, дюжина — это двенадцать. Запомнили? Записали. Поехали далее. Янсен пристально всматривался в эту прозрачную воду. Когда он находил подходящее место для ловли, он делал знак остановиться. Все, стоять. И малайцы бросались из своих лодок в воду. Но ныряли не все. В каждой лодке всегда оставался один человек. Малайцы ныряли, понятно, голыми. Единственное, что оставалось при них, это маленький нож в ножнах, висевший на поясе. Глубина воды обыкновенно не превышала четырех-пяти метров, но иногда достигала даже пятнадцати метров и даже больше. И вот, опустившись на дно, малайц ощупью искал там раковины. Как только он находил их несколько штук, он возвращался на поверхность воды. Раковины он или держал в левой руке, прижав их к груди, или клал в маленький мешочек, подвешенный на поясе. Правая рука малайца оставалась всегда свободной. Обыкновенно малайц оставался под водой не более минуты. Минут пятнадцать он отдыхал в лодке, а потом снова нырял. Каждый малайц складывал найденные им раковины в отдельную кучку. Кучки эти не путались, так что каждый всегда мог указать именно на свою. Дно моря было покрыто прекрасной растительностью. Самые разнообразные водоросли вздымались кверху, тянулись над дном, расстилались роскошным ковром. Кораллы образовывали нечто вроде разноцветных зарослей, желтых, белых, красных и почти черных. На камнях и скалах то тут, то там виднелись разнообразные полипы, актинии. Красные, розовые, желтые, фиолетовые, оранжевые. Они словно ярко раскрашенные венчики цветов, мелькали в этой полумгле. Вот они, цветочки. Среди водорослей и кораллов шныряли рыбки, рыбины, оживлявшие эти подводные леса и луга здесь. Красивы были кораллы и актинии. Они мне очень нравились. Но только в воде. Стоило только их вытащить из воды, кусочек колонии этих кораллов, и все, сразу же эти прекрасные краски, они и блекли. Так что только в воде картинка. На ловлю отправлялись мы во время отлива. А как только начинался прилив, возвращались на корабель. Иногда ловцы заплывали довольно далеко от корабля. Один раз они отъехали на 10 километров. Если море начинало бушевать, и лодки не в состоянии были возвратиться к кораблю, они подплывали к Вельботу Янсена. Малайцы перелезали в Вельбот, а лодки привязывали к его корме. — Вы, может быть, спросите, а что делал во время этих поездок там я? — Оторви и выбрось. — А? — Ну да. Я почти всегда оставался на корабле один. С собакой Янсена сидел. На мне лежала очень важная обязанность. Я вел счет раковин, добытых каждым ловцом. Это было необходимо для расчета с малайцами. Вот такой вот я был. Куркулятор. Каждая поездка длилась часов около шести. По возвращению на шхуну малайцы сдавали мне раковины. По 20-40 штук каждый. И я раскладывал их длинными рядами на палубе и оставлял так на всю ночь. На следующий день я очищал их. А затем открывал крепким ножом. Не в каждой раковине я находил жемчужины. Далеко не в каждой. Как бы вы могли подумать. Случалось иногда, что откроешь вот так целую сотню раковин. Одну за другой. Одну за другой. И все. Все тебе на тебе. Без жемчуга. Нема. Шукай дали. Жемчужина обыкновенно скрывается под мясистой складкой тела моллюска, жителя этой самой раковины. Это ее домик. Она ведь не что иное, как слои перламутра, отложенные моллюском. Это и есть слои. Один на другой. Один на другой. И получается что? Получается жемчужина. Если в складки тела моллюска попадает песчинка, или там поселится какой-нибудь маленький паразит, ух ты, паразит, то они раздражают нежное тело моллюска. Вот тогда-то и начинается выделение перламутрового слоя. Вот тогда-то и починается. И слой за слоем покрывает песчинку, слой за слоем, вновь и вновь. И в конце концов получается эта самая она, наша жемчужина. А по своему химическому составу перламутр — это знаете что? Это известь. Известь. Известняк. Знали вы такое? Ага, перламутр. А вон она тебе, известь. И только потому, что эта известь определенным образом выделилась из тела, она именно легла слоями, она приняла особую форму. Вот только тогда эта самая известь она получает вот такую вот ценность. Жемчуг — это такая же красивая форма извести, как алмаз от угля и графита. Угу, вот оно тебе, сравнение. Уголь черный, а алмаз блестит. А это практически одно то самое. Вот так оно и здесь. Пустые раковины мы не выбрасывали, мы их прятали. Они и без жемчуга представляли немалую ценность. Внутренняя сторона их была покрыта перламутром. В те времена, а это я напомню вам был 1864 год, какие там куркуляторы, за тонну раковин платили около две тысячи рублей. Так что жемчужины я прятал в ящике из орехового дерева. Стоимость наших сокровищ, увеличиваясь изо дня в день, достигала уже многих тысяч рублей. Но об этом после. Я тогда не имел никакого представления о ценах на жемчуг. Я вообще не понимал, что это такое. Да и откуда мне было знать это, а? Капитан Янсон уверял меня к концу ловли, что мы имеем чистого жемчуга на каких-нибудь пятьсот рублев, не считая раковин, которых набралось у нас аж до тридцати тонн. Раковин. Шо ты будешь с ними робити, а? А? На то оно и е. Шхуна-то сорок тонн. Шо, по рожняком ехать? Чей шо? А то. Самая крупная жемчужина, найденная нами, имела форму кубика. Кубик-рубик, и была около трех сантиметров длиной. Каливодратная. Но она была плохого качества, так что стоила, как мне сказали, немного. Лучшая же жемчужина была величиной с воробьиное яйцо, а, воробушек, великолепного цвета и вида. Хочу таку. Некоторые жемчужины были прекрасного розового цвета, а другие были желтого, желтоватого, с желтизной, но большей частью попадались чисто-чисто белые, как на крахмальные. Да, а величайший враг ловцов жемчуга — это... это акула. Но в тех водах, где мы ловили жемчуг, был еще враг. Он наводил на малайцев ужас. Это был огромный осьминог. Отвратительные чудовища угрожали малайцам не только под водой. Они нападали даже и на лодки. Забросив свои огромные щупальца в лодку, они охватывали ими неосторожно наклонившиеся над воду человека и тащили его в воду. Все. Мое. Один из наших ловцов чуть не сдался. Он чуть не сделался добытей такого осьминога. Каждый вечер, возвратившись с работы, малайцы связывали канатами свои лодки и привязывали их к корме шхуны. А однажды ночью поднялся такой сильный ветер и палил страшный дождь. И на следующее утро все лодки были полным-полны водой. Что ты будешь делать? И Янсен приказал вычерпывать воду. Во время этой работы один из малайцев заметил в море какой-то странный черный предмет. Малаяц так заинтересовался им, что прыгнул в воду, чтобы получше рассмотреть, что это там такое. М-м-м. И не успел малаяц нырнуть, как перед ним очутился огромный осьминог. Добрый день. И все. И этот осьминог сразу бросился на перепуганного малайца. Малаяц не растерялся, он понял угрожавшую ему опасность и быстро поднялся на поверхность воды. Чудовище погоналось за малайцем, побежало, и пока тот карабкался в лодку, успело охватить своими гибкими щупальцами не только человека, но и лодку тоже. Перепуганные малайцы бросились на помощь своему товарищу. Они пытались убить осьминога гарпуном, но ничего из этой попытки не вышло. Тогда некоторые наиболее находчивые бросились с веревками в воду. Они опутали этими веревками и осьминога, и его живую добычу вместе. А как разделить? Осьминога вместе с малайцем кое-как втащили на вельбот. А там уже, после долгих усилий, несчастного малайца все-таки вытащили. Его тащили просто за ноги. За что было? Из ужасных объятий чудовища. Ух ты! Какая слизь! Малайец уцелел только потому, что ему удалось нанести своим ножом несколько ран осьминогу. Ведь у каждого были ножи. Это его и спасло, наверное. Раненое животное не могло быстро опуститься в глубину. Вот это как раз и спасло малайца. Будь осьминог цел, а он ушел бы на дно сразу же, и малайц задохнулся бы. Туловище осьминога имело цилиндрическую форму, цилиндер. На переднем конце его было прикреплено восемь больших щупалец, усаженных присосками. В глубине венца щупалец помещался рот, вооруженный словно большим крепким клювом. Глаза осьминога, они большие, черные, поблескивали на грязно-серой коже. Это было отвратительное на вид животное. М-м-м, слизь. Его щупальца судорожно извивались, тянулись, хватали к себе. Одно из щупалец так присосалось своими присосками к борту Вельбота, что его пришлось отрубить. По-другому никак. Вот только тогда щупальца и отцепились. И то не сразу. И после этого случая малайцы всегда уже брали с собой в лодки топоры, чтобы иметь возможность обрубить эти щупальцы осьминога. Если он нападет на них, а то тянется со своими щупальцами. Ну, иногда нас беспокоили еще и акулы. Впрочем, малайцы, по-видимому, не очень-то их боялись. Попривыкли, небось. Напротив, они даже гонялись за ними. Еще те акулы. Малайский способ охоты на акулу может показаться невероятным по всей своей простоте и смелости. Когда появлялась акула, малайцы, трое-четверо на лодке, выезжали к ней навстречу. Добрый день. И, подъехав близко, самый сильный из малайцев перегибался через край лодки и старался пронзить акулу копьем. Ты понял? И как только это ему удавалось сделать, все остальные, бывшие в лодке, поднимали страшный крик и виск и били веслами по воде, чтобы этим заставить других акул, если такие были поблизости, чтобы они сразу же ушли от этой лодки. А? Боятся. Раненая акула не отплывала далеко. Она обычно плавала тут же, невдалеке от лодки. Рана ослабляла ее. Теперь начинается самый интересный момент охоты. Один из малайцев, вооруженный ножом, бросается в воду. В руке он держит короткую, сантиметров двадцать, заостренную на обоих концах палочку из твердого дерева. Увидав человека, акула направляется к нему. И как только она откроет рот, чтобы схватить его, малаяц ударами левой руки отталкивается от этой акулы, а правой в этот же миг быстро сует свой колышек прямо в пасть этой акуле. Ага, зила, ага. И заостренный колышек упирается меж челюстями акулы, и все. И она не может закрыть рот. Вот они, челюсти. Удар ножом довершает все дело. Ну, такой способ охоты, он очень прост, но он требует большого хладнокровия и ловкости. Когда мертвая акула всплывет, малаяц влезает к ней на спину и вонзает нож ей прямо в голову. Контрольный. Держась за нож, он, пользуясь собственными ногами, как веслами, направляет этот труп акулы к лодке. Он прям плывет на ней. Вот тебе, шхуна. Ну, а между тем наши запасы пищи и воды начали вдруг истощаться. Неожиданно. И это вынудило капитана Янсена направиться к берегам Новой Гвинеи, чтобы вновь наполнить свои кладовые. Скоро мы достигли удобного места на берегу и достали у туземцев все, что нам было нужно. Посредством обмена достали. Мы давали им топоры, ножи, железные кольца, бусы давали, яркие материи. И скоро мы так подружились с этими туземцами, что некоторые из них, из наших малайцев, часто отправлялись на берег и принимали участие в их играх и развлечениях. Их начальник особенно заинтересовался мной. Он постоянно со мной разговаривал, показывал мне различные красивые места на побережье. И он же указал нам известную границу, которую советовал не переступать. Племя, жившее по другую сторону этой границы, не подчинялось его власти. И вот однажды я и компания малайцев решили тайком пробраться в эту запрещенную страну. Запретный плод сладок? И скоро мы подошли к небольшому поселению и остановились около него. Жители сразу отнеслись к нам очень подозрительно. А когда один из малайцев по неосторожности оскорбил туземца, то половина населения поднялась против нас. Все. И что ты будешь делать? Ну, нам пришлось спасаться бегствием. Вот что ты будешь делать. Изо всех сил спешили мы поскорей добраться до берега, где наш приятель-начальник кое-как уладил это дело, успокоив рассверепевших туземцев. И когда мы вернулись на корабль, мой любимый, корабель, Янсен рассказал мне, что он был почти осажден множеством туземцев. Они настойчиво хотели войти на шхуну с плодами и овощами для обмена. Ага, подавай. Янсену очень не понравилось, что туземцы слишком уж очень свободно держали себя на моей шхуне. Это плохой признак, прибавил он. Да и вообще мне это не нравится. Я постараюсь прекратить все это. Надо сразу же все пресечь, а то поналезают. Когда на следующий день появились, как всегда, туземные лодки, мы решили не впускать на шхуну ни одного человека. Все, добрый день. Вот именно так мы и заявили всем приехавшим. Ага, будешь знать, что такое добрый день? Ага. И тогда прибыл начальник племени в сопровождении полудюжины самых знатных лиц. Но капитан Янсен остался неумолим. Он и им не позволил войти на наше судно. И туземцы уехали. Ехали, уехали, ехай в сильном негодовании. Вот так вот. Мы знали, что оскорбили своим поведением туземцев. На берегу никого не было видно. Очевидно, туземцы обдумывали план мести. М-м-м. Им вся твоя страшна. Наверно. Мы хотели тотчас же сняться с якоря и уйти в море. Но было полное затишье, штиль. Паруса висели как те тряпки, шкутеляпки. Ну, со страхом поглядывали мы кругом, и вдруг мы заметили двадцать вполне снаряженных военных лодок. В каждой из них помещалось по тридцать-сорок воинов. Лодки обогнули небольшой мыс, лежавший неподалеку от нас, и направились прямо к нашей шхуне. И тут Янсен понял, что туземцы хотят напасть на нас. И он вооружил всех малайцев топорами. Мы сняли люки и устроили из них своего рода укрепления вокруг штурвала. Я и Янсен вооружились ружьями, зарядили нашу маленькую пушечку и приготовились отчаянно защищаться. Борьба была неравная. Врагов было гораздо больше, чем нас. Глава вторая. Сражение с туземцами три черные жемчужины. Великолепным зрелищем была эта флотилия быстро приближавшихся к нам лоток. Это было действительно поистине великолепное зрелище. Хотя и очень страшно. Все воины разукрасились перед битвой. Их смуглые тела были разрисованы белыми полосками. Разноцветные перья торчали из туго связанных в пучки волос. Но с каждой лодки высоко поднимался над водой и был украшен резьбой. Лодки быстро неумолимо приближались. В каждой гребло по двенадцать человек. Вот тебе дюжина. Когда первая лодка приблизилась к нам на расстоянии человеческого голоса, я сделал туземцам знак и закричал, чтобы они остановились. В ответ на это воины неистово замахали своими луками и копьями. Все, полетело. Возня. И нам приходилось сражаться. Это было очевидно. туземцев было так много, что они легко одолели бы нас, если бы им удалось забраться на палубу. Так что оберегай крепость. Наше положение было еще опасно и вот почему. С борта шхуны спускались на воду канаты, по которым сбирались на палубу наши малайцы, когда возвращались с ловли. Канаты висели же. Вытаскивать канаты было просто некогда, а уже поздно. А для туземцев они были прекрасным средством, чтобы взобраться на шхуну. Угу. И необходимо было немедленно принять решительные меры. Обрубать, как того осьминога, щупальца. И пока мы рассуждали о том, с чего лучше начать, из передней лодки в нас пустили град стрел. Все, прилетело. И я выстрелил воина, стоявшего прямо на носу лодки. И я одним махом убил его. И тут туземцы пришли в большое смущение. Выстрел и смерть воина мгновенны. Это очень сильно поразило их. А прежде чем они успели оправиться, Янсен пустил прямо в середину их флотилии целый заряд картечи. Получи, знай наших. И этим выстрелом он разбил несколько лодок и задержал общее наступление. И теперь я снова знаком предупредил туземцев, чтобы они не приближались к нашей шхуне. Бо как мантыльнём голову не соберёшь. И на лодках сразу поднялся шум, крики, визги. Нападающие начали советоваться. В это время десять новых лодок обогнули мыс. Их появление ободрило нападающих. Помощь пришла, и они снова начали приближаться к нашему судну. Наша пушечка, она была заряжена, и я стоял наготове около неё. С рёвом вторично изрыгнула она смертоносный град картечи, бабахнула, и враги пришли в полное расстройство. Ага, знай наших. Кожу стоять. Одна из лодок была разбита в куски, а почти все находившиеся в ней люди были ранены. А, какая пушечка у нас. Ага. В других лодках также было много раненых. И тут туземцами овладел ужас. Ага. Они пустили в нас несколько беспорядочных залпов стрел. На отмашь. Некоторые стрел долетели до шхуны и попали в паруса. Но из наших, из наших никто не пострадал. Туземцы были слишком напуганы, чтобы снова рисковать приблизиться к нам. В это время поднялся легкий ветерок, и мы получили возможность спастись бегствием. Все, натянулись наши тряпки. Теперь можно плыть. И мы подняли якорь, и, направляя шхуну в открытое море, быстро проскользнули мимо неприятельского флота. Аж бегом. Град стрел приветствовал нас, когда мы проходили мимо лодок с раскрашенными войнами. И через полчаса мы были уже в открытом море. Все, свобода. Это приключение вызвало в наших малайцах желание поскорее оставить эти опасные страны. Они не забыли еще случая с осьминогом и теперь поручили своему надсмотрщику просить капитана от имени их всех отыскать новые места для ловли. Шо хошь, но найды новые. Янсен сначала старался убедить их остаться в этих широтах, ведь тут уже все проверено. Ему не хотелось покидать такие богатые жемчужными раковинами места, но малайцы так настаивали, что капитану пришлось послушать их, и мы направили шхуну в другие местности. Куда повел Янсен шхуну, этого я не могу объяснить, но к концу второй недели плавания мы бросили якорь в местности, еще не неисследованные в смысле богатства жемчугом. Это неисследованные места. И снова принялись за работу. Счастье по-прежнему было с нами, удачка наша в кармашке, и мы с каждым днем продолжали увеличивать наши и без того уже значительные богатства. Пополнялось. И вот однажды утром, когда я по обыкновению раскрывал раковины, из одной из них выпали аж три. Три великолепные черные жемчужины. Я смотрел на них, сам не знаю почему, как очарованный, как те глаза, глазки, черные глаза. Эх, эти ужасные три жемчужины. Лучше бы я никогда не находил их. Когда я показал жемчужин Янсону, тот очень сильно разволновался. Он сказал, что они стоят больше, чем все вместе найденные нами прежде, и что нужно остаться здесь подольше и поискать еще. И таким образом мы решили остаться в море дольше, чем было в обычае, и чем того требовало вообще благоразумие. Но мы остались здесь, все, седым, ку-куем. Сезон ловли жемчуга уже подходил к концу, и следовало ожидать близкой перемены сезона. муссоны пошли. Но Янсеном овладела жемчужная горячка, и он решительно отказался уезжать. Напрочь. Он утверждал, что здесь можно найти множество черных жемчужин. Наши малайцы должны были работать изо дня в день. На износ Арбайтен. Я и не подозревал, какой опасности мы подвергали себя, оставаясь в этих неизвестных нам морях. Когда со дня на день нужно было ждать перемены погоды. Чего мы здесь? Признаюсь, я не понимал, почему бы нам не половить и еще. Я не понимал этого. Как я узнал впоследствии, сезон ловли жемчуга продолжается с ноября до мая. Но май наступил и прошел уже. А мы все еще продолжали упорно работать. Еще подавай, антилопа. Каждый день мы терпели разочарование. Черных жемчужин больше уже не встречалось. Все. но Янсен все настойчивее и настойчивее добивался их. Поболее. Он продолжал выезжать вместе с малайцами на вельботе и лично присматривал за их работой. Между тем я начал замечать признаки близкой перемены погоды. А главное, наш барометр начал делать неприятные скачки. Я старался обратить на это внимание капитана. Но ему было не до этого. Черный жемчуг, вот о чем он только мог и думать. Черный жемчуг ему, подавай. И вот в один из июльских дней 1864 года Янсен уехал утром на ловлю со всеми малайцами. А я остался на шхуне совершенно один. Сижу кукую. И когда я теперь припоминаю все события того ужасного дня, то я просто поражаюсь. Как мог капитан быть настолько легкомысленным, чтобы в такой день покинуть шхуну? Не более как за час до его отъезда огромная волна как вдарила в корму, перелилась через борт и затопила всю каюту. И это само по себе служило признаком близкой непогоды, ведь само по себе нас топит. Но Янсен не обратил внимания на этот признак. Дальше пойдем. Он велел только выкачать воду из каюты, а когда каюта была осушена, все, нормалек, он отправился на отмель за жемчугом, все, богатство подавай, лопатами. Я долго смотрел на эти лодочки, следовавшие за вельботом капитана Янсена, пока они полностью не скрылись. Они отошли мили на три от шхуны. Затем остановились, делая необходимое приготовление к работе. С утра дул легкий прохладный ветерок. Поднялась затем неожиданно буря, и все море покрылось громадными волнами. И эти самые лодочки, они опрокинулись. Они были легкие и потонуть не могли. И я видел, как малайцы цеплялись за их борта и изо всех сил старались доплыть до Вельбота Янсена. А тут ветер перешел уже совсем в ураган, и море бушевало все сильнее и сильнее. Малайцы не успели добраться до Вельбота, и теперь старались уже изо всех сил вернуться на шхуну. Но течение оно уносило их все дальше и дальше от меня в открытое море. И увидев, что лодки удаляются, я почти обезумел. Напрягая весь свой мозг, я старался придумать какое-нибудь средство, чтобы хоть как-то помочь им. Что мне делать? И у меня ничего не получалось, мысля за мыслей. Прежде всего мне пришло в голову поднять якорь и пустить корабль по волнам вслед за ними. Но я не был уверен, что корабль нагонит лодки. Поэтому я решил оставить шхуну на прежнем месте хотя бы на какое-то время. Я думал, что капитан Янсен, хорошо знакомый с этими местами, сумеет пристать к какому-нибудь островку и там переждет бурю. Но лодки удалялись. Часам к девяти я совсем уже потерял их из виду. И тогда мне пришло в голову, что не мешало бы сделать кое-какие приготовления на шхуне. А буря все усиливалась. Мне не раз уже приходилось выдерживать бури на Вейланде, а потому я очень хорошо знал, что нужно делать. И прежде всего я опустил люки и прикрыл их кусками толстого холста. Затем укрепил на палубе все подвижные предметы. К счастью, паруса были убраны, и мне не пришлось возиться с ними. К полудню ветер был так силен, что я едва мог держаться на ногах. Меня прям сносило. И скоро мне пришлось передвигаться по палубе не стоя, а уже ползая на четвереньках. Иначе меня снесло бы в море, только в путь. И тогда я обвязал себя длинной веревкой, конец которой прикрепил к мачте. Так, на всякий случай. И теперь, если бы меня и снесло за борт, то я мог бы хоть как-то взобраться на мой любимый корабель. Большую часть дня лил страшный дождь, а я привязанный. Волны с такой силой заливали маленькую шхуну, словно стремились проглотить ее. Шхуна пока что держалась великолепно. К двум часам дня буря достигла наивысшей силы. Страшный порыв ветра сорвал паруса. Шхуна то высоко вздымалась на гребнях волн, то сразу проваливалась в промежутке между волнами. Ветер ревел и свистел меж снастей. Мачты качались и грозили падением. И вдруг ветер сразу утих. И наступила тишина. Вот оно, спокойствие, столь же внезапно как и буря тишина пришла. Что это? Море еще бушевало, небо было по-прежнему темным и зловещим, но ветер и дождь все, они прекратились, они ушли. И только теперь я мог спокойно оглядеться кругом. я вскарабкался на мачту, но ничего, кроме бушевавших волн, я не увидел. Положение мое было очень опасным, но я не отчаивался, я же ведь моряк. И прежде всего я решил поднять якорь и пустить шхуну по ветру. Может быть мне и удастся нагнать товарищей? Может быть. Но ж надо же что-то делать. Но прежде чем я успел это сделать, неожиданный порыв ветра нагнал на палубу целые потоки воды. И волны снесли почти все подвижное с палубы. Снесли кухню, сорвали и унесли вверх капитальной каюты, капитанская. Полетела, все. Но худшее еще было впереди. Волна ударила о штурвал и снесла его. И все карты, компасы, хранившиеся в капитанской каюте, все ушло. Это еще хорошо, что я сам-то был в это время на носу, а то и меня снесло бы вот эта ужасная волна, и никакие канаты бы мне не помогли. Порыв ветра не был последним усилием бури. Вскоре ветер переменил направление и с еще большей силой задул с противоположной стороны. левой было, а сейчас правой на, получай. И вот в таком ужасном положении, привязанной веревкой к мачте, я провел целую ночь. Около меня не было никого, никто не мог помочь мне. Единственное живое существо на шхуне, кроме меня, это была собака. Временами до меня доносился ее жалобный вой, и я иногда думал, что надо было и ее привязать. Но она была заперта мной еще в самой начале бури, и я запер ее в нижней каюте. Всю ночь ветер бросал шхуну то в ту, то в другую сторону. К рассвету буря начала стихать понемногу, а к шести часам утра дул уже только слабый ветерок. И я мог теперь опять осмотреться. И вот сейчас вы только представьте себе мое счастье, счастье сие, когда я увидал, что шхуна все еще крепка и непроницаема для воды. Живая, всех живых, еще живехонька. И осмотрев шхуну, я тотчас же спустился вниз, чтобы освободить собаку Бруно. Восторг бедного животного не имел границ. Бруно тотчас же бросил за на палубу и забегал по ней. Все как ни в чем не бывало. А то, что там капитанской мачты нету, для него только он, марафон пятнадцать. Он долго бегал, долго искал кого-то, вероятно хозяина, но кроме меня никого на шхуне не было. Утро было просто прекрасное, и я решил попробовать поднять уцелевшие паруса. Я достал из бака все, что мне было нужно, и после долгих усилий натянул таки грот и стаксель. Но у меня не было ни компаса, ни карт, ни черта у меня не было. Я не знал, какого направления мне нужно вообще держаться, куды мне плыть, чтобы добраться до берега. Да и вообще, где той берег вообще? Я знал, что в тех местах море усеяно бесчисленным множеством островков и отмелей, известных только искателем жемчуга. И мне казалось, что куда бы я не направил свою шхуну, она или станет на мель, или засядет на коралловом рифе. На прежнем месте оставаться не было никакого смысла. Нужно было пускаться в путь. Руль был сбит бурей, поэтому я укрепил на корме два длинных рулевых весла, они должны были заменить мне руль. Работа эта была ой, как нелегка, и заняло у меня целых три дня. А тут так все просто написано. И наконец все было в порядке. Шхуна была готова плаванью. Вот они, готовы рули. И я поднял якорь и пустил шхуну по направлению к западу, руководясь положением солнца. Через несколько дней я изменил принятое сначала направление на юго-западное. Я надеялся встретить на этом пути один из островов Голландской Индии. Но день шел день за днем, а никакой земли не встречалось. И я один одинешенек на этой шхуне. Руля нет, карт нет, компаса нет, нихрена нет. Неизвестно где я, где я и куда я вообще плыву. и я сижу и мучаюсь страхом и за себя, и за своих товарищей. Вот что меня ждет там? Дальше. Ночью на время сна я бросал якорь, а утром на рассвете я вставал и пускался в дальнейший путь. я искал землю. И вот на тринадцатый день вечером как раз перед заходом солнца я увидел вдали островок. Вскоре я заметил дым, клубами поднимавшийся над берегом. Очевидно на берегу был разведен большой костер, и я думал, что это какие-нибудь сигналы, и я предположил, что приближаясь к одному из дружественных нам Малайских островов. Но как оказалось, как оно оказалось, как же я ошибался. Подплыв ближе, я увидел несколько совершенно голых дикарей, которые бегали по берегу и яростно размахивали копьями в моем направлении. И знаете ли, это мне не очень-то и понравилось. Чего они мне тут тыкают, а? И я повернул шхуну, чтобы обойти этот остров. Сильное течение не позволило мне выполнить этого плана. Вон какое сильное течение. Меня гнало в какую-то большую бухту, и вскоре я очутился в большом заливе, в трех или четырех милях шириной. Над поверхностью воды залива кое-где виднелись коралловые рифы. Течение увлекало меня все дальше и дальше. И ничего ты тут не сделаешь. Через несколько минут шхуна попала в большой водоворот и успела несколько раз повернуться в нем, прежде чем я справился с рулевыми веслами и вывел судно из опасного места. Вслед за этим шхуну понесло к скалам, и я должен был стоять с веслом в руке и отталкиваться им от скал. Это были страшные минуты для меня, и я до сих пор удивляюсь, как шхуна не пошла ко дну. Видать, как-то вырулил. Ведь она была уже достаточно повреждена бурей, да и кроме меня никого на ней не было. А много ли я мог сделать один? И я начал быстро, я начал как бы отчаиваться в том, что мне удастся выбраться вообще из этого течения. Как вдруг шхуна очутилась в узком проливе между двумя островами. Воинственные туземцы уже давно остались позади меня. Хоть тут пронесло. Вывезло течение. И я никак не думал, что и здесь я тоже снова встречу врагов. И вдруг, как раз в то самое время, когда я был в самой узкой части пролива, на одной из скал нависших над проливом появилась целая толпа голых туземцев гигантского роста. Эти туземцы были страшно возбуждены. И целая туча копий полетела в меня. Все, хавайся. Это еще хорошо, что при встрече с первой толпой дикарей я устроил себе на полу какое-то хоть никакое убежище из поставленных перпендикулярно люков. Хоть такое соорудил. И я сразу же спрятался в нем. Все, как та черепаха. Окопья так и падали вокруг, но меня не задевали. Тогда туземцы бросили в шхуну десятки бумерангов, но все безрезультатно. Некоторые из этих странных орудий задели паруса и упали на палубу, но остальные возвратились к бросившим их туземцев. Я оставил у себя бумеранги, попавшие на шхун, я их оставил. Они были около пятидесяти шестидесяти сантиметров в длину и по виду очень походили на лезвие серпа, серп и молот. В самой широкой своей части они имели от четырех до пяти сантиметров ширины, в самой широкой. Сделаны они были из очень твердого дерева и могли нанести действительно большой вред. Такую в бошку попадешь, ой, далеко получишь. туземцы туземцы подняли на берегу страшный шум и вой. Все, заорали, завалали. Они очень громко кричали. Они пускали в меня множество зазубренных стрел. Тот факт, что они имели бумеранги, показал мне, что я нахожусь где-то вблизи от материка Австралии. Потому что бумеранг это орудие австралийских народов. Не так ли? Тем временем течение уносило меня все дальше и дальше. И скоро я оставил далеко позади себя вопивших туземцев. И этих прошел. И вот в конце пролива виднелся маленький маленький островок. Я хотел было пристать к нему. Но как только я приблизился к этому островку, на берегу его опять-таки показалась толпа дикарей. Все, опять добрый день. Они бросились в свои лодки и стали грести по направлению к шхуне. Наученный горьким опытом, я поспешил поднять паруса. Все, поднять паруса. И направился в открытое море. Хай бог мылуй! на шхуне был большой запас ружей и боевых припасов. И я один. И мне легко было бы потопить одну-две лодки туземцев, и тем я бы сразу же охладил их пыл. Чего вы лезете? Но я удержался от этого. Я рассудил, что все равно ничего этим не выиграю. ведь так? Только патроны потрачу. И вот на четвертый день после моей встречи с воинственными туземцами поднялся сильный ветер. Опять двадцать пять. Я занялся тотчас же приведением шхуны в такое состояние, чтобы она смогла выдержать надвигавшуюся бурю. И пока я работал, погода становилась только хуже. А день клонился уже к вечеру. И я употреблял все усилия, чтобы держать шхуну против ветра. И это было очень трудное дело. Впереди ничего бы не было видно. И я продвигался наугад. Ночь прошла все же благополучно. Утром неужели доброе утро. На пятнадцатый день утром я с обычным вниманием исследовал горизонт. Как вдруг, посмотрев вперед, я увидал, что море было совсем белое от пены бурунов. Я знал, что бурун указывает на близость кораллового рифа. И я поспешил попробовать отвести шхуну в сторону. Но было уже поздно. Через несколько минут дно шхуны со страшной силой как вдарилось в коралловый риф, как треснуло, и толчок был таким сильным, что я тяжело упал на палубу. Шхуна застряла на рифе и вздрагивала от ударов волн. Я залез на мачту и оглядывал окрестности. И вдруг совершенно неожиданно громадная волна хлынула через борт со стороны кормы, и сильный толчок сбросил меня на палубу. И когда я поднялся, весь в крови и в синяках, то первое, что поразило меня, это была мертвая, мертвецкая тишина навкруги. Ни рева буруна тебе, ни грохота волн, ни воя ветра, ничего этого не было. Я только видел, как пенились буруны, видел, как перекатывались через риф волны, но ни один звук не достигал моего слуха. Что это? И наконец я понял, что я оглох. Такой сильный удар волны по голове он лишил меня слуха. И я был так подавлен этим несчастьем, что я даже и сказать ничего не смогу. Я ничего не слышу. Но несчастье это оказалось однако не таким уж большим, как мне показалось поначалу. Руки и ноги цел, что тебе еще надо? И на следующее утро я почувствовал внезапный треск в ухе, как затрещала, как та корма. И вслед за тем услышал рев буруна и самое главное лай собаки. Но правое ухо оно так и осталось поврежденным. Только на левое ухо я слышал хоть как-то хорошо. Ребята, продолжение и все последующие серии этого рассказа находятся в плейлисте под видео. Все аудиокниги и плейлист синенькая ссылочка нажимайте и там целая библиотека всех наших рассказов. Не забывайте подписаться, чтобы ничего не пропустить. Каждый день в 19 ого у нас в избушке в нашей радио избушке выходят рассказы. Так что не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Только тогда вам будут приходить уведомления, что я что-то загрузил и вам придет и вы уже точно ничего не пропустите. Надо нажать колокольчик и все уведомления. Нажимайте и все. 19 ого я жду вас завтра. Добрый вечер, пан диспетчер. А на сегодня шо? Споки ноки чпоки покедова.